Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины в современной США. Это видео лекция дополнение к видео лекции номер 13, посвященной американской культуре. В этом дополнении я задам вам вопросы для закрепления и ознакомлю вас со списком рекомендуемой литературы. На первом месте фундаментальный труд «История американской культуры». Авторы Татьяна Кузнецова и Анатолий Уткин, известный американист. Итак, «История американской культуры», великолепное издание, Москва, 2010 года издание. Следующая работа Ирина Марковна Супаницкая, очень известная ученая, доктор исторических наук, автор множества книг. Вот здесь вот на обложке, на оборотной стороне указаны ее, показаны ее предыдущие работы. А эта книга, которая называется «Цивилизация США. Контуры истории». Она не совсем о культуре, но здесь есть материалы к ответу на вопрос, в чем своеобразие американского характера и культуры. И кроме того, книга действительно очень и очень интересная. Ирина Супаницкая, Москва, 2017 год. Вот издание «Цивилизация США. Контуры истории». И некоторые работы, посвященные культурным, скажем так, выдающимся персоналям Америки. Дэвид Робинсон, Чарли Чаплин «Жизнь и творчество». Видите, какая объемная книга, великолепная, посвященная тут массой иллюстраций. Вот она посвящена жизни и творчеству великого актера Чарли Чаплина. Москва, 90-й год. Издание. И вот книга, которая обычно очень интересует студентов. «Мэрилин Монро. Жизнь и смерть». Книга написана в 2007 году. Ее автор Валерий Головской. «Мэрилин Монро. Жизнь и смерть». А также целый ряд работ в серии «Жизнь замечательных людей». Вот эта серия, вот этот факел на обложке, да? И вот, смотрите, это книжки, посвященные выдающимся американским писателям. О, Генри. Автор Андрей Таносичук. Марк Твен. Автор Максим Чертанов. И перевод работы Герви Алина «Эдгар По». Посвященная Эдгару Аллану По. Основоположнику жанра детективной литературы в мировой истории. Ну и теперь вопросы на закрепление. Первый. Кто придумал премию Академии Кинематографических Искусств и Наук, известную как... Американской Академии, да, естественно, Кинематографических Искусств и Наук, известную как Оскар. Второй вопрос. Чем массовая культура отличается от элитарной? Третий вопрос. Когда и где был вручен первый Оскар? Четвертый вопрос. Кто является рекордсменом по числу полученных Оскаров? И, наконец, пятый, очень простой вопрос. Как называется центр киноиндустрии США, расположенный в пригороде Лос-Анджелеса? Еще одно дополнение. Помимо книг, которые я вам показал, есть еще несколько работ, посвященных массовой культуре США. Вы можете вбить соответствующий запрос в поисковик. Кроме того, я вам рекомендую официальный сайт Смитсоновского института. Вы знаете, это институт, который объединяет в себе массу музеев, от аэрокосмического до художественных и так далее. И у него очень простой адрес официального сайта www.si.edu. Si.edu, как бы, да? Вот как слово education начинается, первые три буквы этого слова. Итак, это официальный сайт Смитсоновского института. На нем вы можете найти много интереснейшего, так сказать, по американской культуре. Благодарю за внимание.